Кааа, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатенавт Космический. Ой, ну спасибо, что хотя бы не Ауканавт. Спасибо. Сегодня мы находимся там, где родился и вырос сам величайший Лунтик. Сегодня мы находимся там, где люди придумали первые летающие машины на нашей планете. Мы находимся там, где люди вместо зубной пасты чистят зубы картошкой, борщом, котлетами, драниками, просто из тюбиков. А, ну мы находимся в Байконуре. Это точно Байконур. Знаешь почему? Есть такая некая Станислава Степановна, она живет там, она говорила, что видела Лунтиков позавчера. И это точно, он там ходил, покупал вот эти вот тюбики с едой. Вот, еще там как бы, ну, летающие машины вместо обычных, это обычная вещь. У меня там живут друзья, они знают, они дело говорят. Ага, а Валентина Степановна это кто и почему она видела Лунтика? Станислава Степановна, это учитель начальных классов. А ты ее откуда знаешь? Почему ты знаешь, что она в Байконуре живет? Ее все знают, она единственная, кто видела Лунтика. Слушайте, ну, если вдруг сейчас есть те, кто живет в Байконуре, я даже не знаю, завидовать, не завидовать, ну, как бы у вас, в первую очередь, летающая машина, а с другой стороны, у вас там Лунтик по улицам ходит. И Станислава Степановна, там. И Станислава Степановна, тем более, да, Валентина Степановна. Ну, слушайте, Байконур, там, вы поаккуратней, там, со своими зубами, не надо картошкой зубы чистить, не. Ну, я зато могу зубы почистить тыквенным пирогом. Нормально. А чем ты таким занимаешься прямо сейчас? Блога Майнкрафта ищу, но, судя по всему, он должен быть где-то там. И что, ты сейчас на блоках в космос отправишься, что ли? Попробую, а мне хватит 64 блока? Нет, поэтому спускайся, не хватит. Ну, тогда лови меня. Не успели мы зайти в Майнкрафт? Как обычно, бог Майнкрафта нам сказал что-то про Лунтика, про Станиславу Степановну, про зубную пасту. И много всякого дичи какой-то нагорил, мы аж даже немного запутались. Вообще, на самом деле, состояние сегодня какого-то дикой козы, просто вот мы такие ничего не понятные. Вот башка болит, башка раскалывается. Бог Майнкрафта запудрил нам просто весь мозг. Я не понимаю, что нам сегодня делать. Кого? Состояние дикой козы? О чем ты вообще? Оно именно, оно именно. Я не знаю, как это описать, но я именно так себя сейчас чувствую. И вот как раз мы с тобой уже деревню нашли, только какую-то странную деревню. Я уверена, в ней должны быть по-любому. Какие-нибудь дикие козы и что-нибудь интересное. Пойдем. Ты подожди со своими дикими козами. Ты не видишь то, что тарелки прицеплены на крыше? Это спутниковое телевидение? Ну подумаешь, ну богатая деревня могут себе позволить установить телевидение, каналы. Ну кстати, да, да, да. Не цифровое, а спутниковое. Я помню, у меня раньше тоже было. Но у меня не было такой огромной вот этой тарелки на крыше прицеплены, а? Нормально, я считаю. Ты смотри, ты смотри, подойди сюда, ты реально. Смотри, какая богатая деревня. Морские фонари. Ага, и уже украла, да? А что? Иди ты в хозяйстве. Пошли, пошли, пошли. Тогда давай, смотри, вот эти дома. Возможно, здесь будет что-то полезное. Заборы. Закрыли своего друга за забором. Заходи давай, пацан. Ты смотри. Ой, застроились так, застроились. Как будто секретные какие-то базы тут у них находятся. Ну подожди, а откуда ты знаешь, может здесь есть реально какой-то бункер под этой деревней? Ну учитывая то, что здесь вот эти спутниковые тарелки и всё остальное. Нашёл сундук. Есть первый сундук. И в сундуке у нас дофигища патронов и две гранаты. Чёрт мне одну гранату. Держи, только не бросай её, пожалуйста. А то тут всё к чёртовой бабушке взлетит на воздух. Пошли. Тричь, а те два дома пустые абсолютно. Да, тогда пойдём вот в центр. Я, кстати, вроде и здесь видел то, что вот на этом... Да, вот здесь, смотри. Здесь, смотри. Здесь, опа, сундучок. И в сундуке батарейки Дюрасел. Ладно. Что-то новенькое. Очень интересно, на кой чёрт нам с тобой пригодятся батарейки. А, вот на кой чёрт нам с тобой пригодятся батарейки. Так. Так, подожди, так это та самая дерев... Это, 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 Барконул, Барнаул, Байконар. Байконур, там где вот это лунтики, летающие машины. Так вот чё... И Станислава Петровна, ну... Станислава Петровна. Так... Ой! Катя, вылезь оттуда! Катя, мне страшно, я не могу, как я сюда попала? Почему надо мной написано 20? Слушай, может, это IQ твой 20? Ну, просто ракета как-то считывает твой IQ и уровень интеллекта-то говорит. Я не понимаю, честное слово. Нет, нет, это просто секунды, да, наверное, до отсчёта какого-то сейчас, когда меня в космос запустят, и всё. Да не надо, чтобы тебя никуда пускали, тогда давай выпинюхивайся, что ты в этой ракете-то сидишь? А как вылезти-то из неё? Шифт, шифт нажми! О! О, получилось. А-а-а... А сними-ка ты броньку, пожалуйста, если не сложно. Чё такое? Не говори, что мне как-нибудь ветрянка вылезла опять космическая. У тебя не космическая ветрянка, у тебя космический скафандр появился, Кать! Я что, космонавт? Ты космокатя! И-у-у-у-у! Тогда, если я сейчас туда залезу, в эту ракету, я тоже получу вот этот скафандр. Так, у меня тоже 20 на башке пишет. Ну, у тебя тоже, значит, IQ 20. Ну, скорее всего, да. А-а, сейчас вылазим, и-у-у! У меня тоже появился скафандр! Сейчас сниму всю эту броньку. Ой, ну посмотри, прям юный Гагарин. Хо-хо-хо-хо-хо! Красота! А-а-а, только проблема в том, что эти ракеты не взлетают никуда. Хотя, наверное, даже лучше то, что они никуда не взлетают. А мы вообще на Марс бы куда-то отправились, да? Да я бы, знаешь, не против отсюда уже, с этого проклятого Майнкрафта, слинять куда-нибудь. Дома. Надо посмотреть все дома. Мы, кстати, подожди, мы же нашли батареи! И батареи... Не-не-не-не-не-не-не, не вставляй! Батареи... Вот-вот, куда вставить? Куда вставить? Вот! Нет! Нет! Идёт зарядка! Идёт зарядка! Подожди, мне ракета и тебе ракета. И сейчас здесь пишет то, что не хватает топлива. То есть нам с тобой нужно идти бензин. Или чем там заправляют ракету. Может, молоком, я не в курсе. Топливом. Ну тогда топливо. Да-давай, лутай, лутай дома, быстро! Всё, побежала, побежала. Ты в правый дом, я в левый дом. Давай. Если там что-то будет, кричи. Так. Ничего. А у меня ещё две гранаты световые, ещё один стак и два пистолета. Очень хороший вопрос. На кой чёрт нам столько патронов в этой серии, если мы с тобой, типа, космонавты, а? На будущее, на будущее. Мы сколько серий-то с этим пистолетом проходили, с этими пульками? Ну, тоже верно. Ну-ка, проверим, как стреляет. А? О! Нормально. Храть, хватит окна-то разбивать. Так, подожди, пистолет просто с глушителем, с прицелом, неплохо. Ой-ой. Ты это видела? Зелёные человечки пришли. Иди сюда. Подойди сюда. Спрячься. Спрячься. Ты тут назад, ты тоже спрячься. Чё ты отсюда? Ты чешно сам своим. Так, вот ракеты, подожди. Так, это они сюда прилетели, или это жители, наоборот, хотят отсюда улететь? Ты слишком много вопросов задаёшь, я не знаю. Так, хорошо, значит, не зря нам дали пистолеты, не зря нам дали гранаты. Держи тоже одну световую гранату. Это так, на всякий случай, только лишний раз не используй. Подожди, может, нам тогда нужно найти топливо и вот это сдрыстнуть с этой деревни? Где мы топливо-то найдём? Мы все дома обходили, нигде ничего нет. Так, это пока что очень хорошо, то, что они нас не увидели. Я тебе предлагаю отправиться куда-то в другое место. А вдруг мы сможем найти ещё одну деревню, и в другой деревне будет топливо, и потом вернёмся сюда. Пошли, Кать, давай, быстро. То есть ты реально хочешь на этих ракетах улететь на Марс? Конечно, я хочу. Если пришельцы решили захватить вот эту всю планету, значит, нам надо отправиться на их планету, на Марс. Ну ты дикий, пойдём. Хорошо, пошли. Я уже думал, ты скажешь, ну ты дебил, но ты сказала, ну ты дикий. Смотри, Кать, смотри, сколько они... Космокатя. Ёперный театр. Ты упал в лаву? Чё ты не предупредил, что там лава-то была? Ну я думала, ты видишь. Плохой с меня, космодавт. А чё корова-то тебе сделала? Ну а чё, на всякий случай. Вдруг она тоже пришелец. Так, мы нашли ещё одну деревню. Вот эти тарелки на крышах тоже здесь присутствуют. Я тебе предлагаю отправиться вот в эту деревню. Если мы вдруг там найдём канистры с топливом, мы сможем вернуться в ту деревню и улететь отсюда к чёртовой бабушке просто. Я надеюсь, это будет тогда заключительная серия. И мы больше никогда не вернёмся в Майнкрафт. То есть ты думаешь, если мы сейчас улетим на Марс, то мы больше никогда не вернёмся в Майнкрафт? Я очень сильно в этом ошибаюсь. Кать, нам надо с тобой рассредоточиться и залутать все дома как только можно быстрее. Так, давай. Там опять. Там опять. Лягушки эти прыгающие. Так, давай их перемочим. Не надо их пока что перемачивать. Пошли за мной. И дрить колотить осторожно. Этот забор... Забор электричеством бьёт. Ааа, прикольно! Тебе нравится, когда тебе электричеством бьёт? Ааа, мне звук нравится. Ау! Тихо, 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 тихо. Пока они не спалили нас лишний раз. Давай запинтюхивайся сюда в это знание. Есть и здесь. Есть сундук! Есть! Тихо. Ну а вот всё, жопа достала. Мы спалились. Спасибо, мистер Крипер. Заходите. Тихо, тихо. Да не паникуй ты так. В смысле, не паникуй. Ааа, Кать, я тебе... Ловите гранату. Я тебе говорил то, что мы спалимся с этим мистером Крипером. Чё так громко-то там... Так, один парашют и другой парашют. Я себе забираю розовый парашют, забирай себе синий. Почему мне синий, а тебе розовый? Потому что мне розовый нравится. А может они прибыли в эту деревню за тем же, зачем и мы? Может им надо человеческое топливо, чтобы улететь с нашей планеты? У них чё, своего инопланетянского топлива нет? Нет, они просто уничтожат нас. Ааа, ну секретно! Да я откуда знаю, чё они здесь хотят? Помаленьку, выходи на улицу. Идём в другие дома. А здесь есть кузница. Быстро забегай в кузницу! Они куда-то разошлись. Так, в этой кузнице у нас есть два яблочка. У нас есть три железа. И у нас есть скафандр. Ой, это мне. Это подойдёт. Так, возьми его в руку и надевай. Коп. Так, мы всё полетели в космос. Подожди, подожди. У нас есть скафандр, у нас есть парашюты. Но у нас с тобой нет топлива. Подожди, если вот эти... Вот, вот он на крыше с собаком! Стреляй, стреляй! Вот, а того убил. Блин, ну что ж ты их рубишь на всех? А того убил. Так, давай в этот дом заберёмся сюда наверх, Кать. Эта, давай быстро! Так, аккуратно. Вижу сундук, вижу сундук. Тихо. Быстро, не тихо, а быстро. Там... Чё ты в дверь-то стреляешь? Просто открывай дверь, давай заходи. Так, в сундуке, в сундуке, в сундуке. Канистра. Канистра! С молоком. Отлично. Я тебе говорил то, что топливо, молоко, не бензин. Ты говорил, а то, что бензин. Мы далеко на молоке не улетим, поэтому как бы знай это. В деревню, в деревню, в деревню. Быстро в ту деревню, пока... Пока они всю планету не захватились. Ну чё ты под пули-то лезешь, ну... Встретимся тогда в деревне, если ты, конечно, выживешь. Так, молоко у тебя? Молоко у меня. Всё у меня. Ты знаешь, как заряжать? Молоком ракету. Ну, до этого момента не приходилось это делать, но я уверен, что мы с тобой справимся. Отлично, тогда идём и не палимся. У нас очень мало времени, потому что эти пришельцы, они снова здесь. Они в любой момент могут нас кокнуть и забрать у нас в топливо молочное. Поэтому нам надо заправить ракеты быстрее, чем они. Так, тихо, спокойно, не палимся. Не палимся, не палимся. Просто пробегаем. Пошли, пошли, пошли. Пока они нас не заметили, мы можем бежать. Когда они нас заметят, вот тогда их кукарач. Отличный план. Так, они возле колодца ходят. Ты готова врываться, Кать? Да я готова прямо сейчас вот того закокнуть уже. Ну, давай, закокай его. А вот так вот ему. Ну, давай, 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 давай. Минус один, минус один. Так, ещё. Прикрывай меня, прикрывай, прикрывай. Тихо-тихо, я пытаюсь. Так, как молоком заряжать ракеты? Вот, заряжается. И вторая ракета молока. Кать, тут нужно твоё молоко, я прикрываю, давай. Твоё молоко? Твоё молоко нужно, которое ты взял из сундука, давай. Я убил троих, давай. Ты чё, рожаешь молоко, запинюхивай его? Господи, ты помилуй, всё самому, всё самому делать. Так, всё, зарядка идёт. Всё, заряжается. Кать, в принципе, можем улетать, мне кажется. Если ты готова... Я сажусь, я сажусь. Давай, 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 давай. Так, и чё дальше? Попробуй чё-то понажимать. Попробуй там Space нажать. Попробуй Enter нажать, я не знаю. Enter, пробел, Caps Lock, Shift, вылезал обратно. Я нажимаю все кнопки, ничего не работает. А, заработало 18, 17, это не IQ, это всё-таки отсчёт, 15, 14. Кать, а чё мне тогда тоже лететь или что, я не знаю? Собаки опять здесь появились? Уйдите. Пять, четыре. Всё, земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Прощайте. Кать, встретимся на луне. Я очень сильно на это надеюсь. Так, собаки, отстаньте от меня. Лови, лови гранату, лови гранату вот туда. Так, 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 тихо, 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 тихо. Йоперный театр. Я из-за вас полдеревни взорвал. Не, одному! Не, собака! Я сейчас за Катю вернусь. Так, 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 садимся. И улетаем, космонавты. Пять, четыре, три, два, один. Поедем в землю в иллюминаторе. Кать, приём, как слышно. Пшш, 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 пшш. Первый, первый. Вторая, вторая, как слышно. Это ракета. Это ракета номер два. Пшш, пшш, я в космосе, вижу звёзды. Так, я уже на третьем кольце от земли. Ты на Сатурн летишь или на Луну летишь? А я фиг его знаю, куда я лечу. А где мы встречаемся-то в итоге? Давай на Венере. Да ну, давай на Юпитер. На Юпитер? Да. Всё, выбрал Юпитер. Всё, летим на Юпитер. GPS настрой себе, чтобы на Юпитер там, давай. Всё, настроила. Там молока, топлива хватит, не хватит? Ну я не знаю, надеюсь хватит. Ну без разницы, да. Главное, чтобы мы сейчас в космосе пришельцев не встретили. Или вот этого космический ДПС, вот этих гаишников. Ты права с собой взяла? Какие права? На космос? Ну на ракету. Нет. Ну ладно. Ты смотри, главное, чтобы штраф не выписали. Субтитры сделал DimaTorzok